Рассказ Елец Автор Коваль Юрий Иосифович На одной из заставий жил пёс, которого вызывали Елец. Это был уже старый пёс, настоящую службу он нести не мог. Ну что поделать, говорил сержант Кошкин, собаки быстро стареют. Не то, что человек. И конечно дело было не только в этом. Чуть не 10 лет охранил Елец границу. И за это время побывал в разных переделках. В таких, из которых человек-то не всегда целым выходил. Но Елец всё-таки вышел из этих переделок и теперь жил как на пенсии. Горшок борща с хорошей костью, вот это и была его пенсия. А застава, где жил Елец, находилась на вершине горы и дороги туда не было. Вместо дороги в гарантийной скале были выбиты ступеньки, ровно 4 тысячи. По этим ступенькам каждое утро вниз в долину спускался Кошкин и ещё два бойца. Они шли вниз на базу, а с ними бежал Елец. Холодно было на вершине. Заставы бойцы выходили в полушубках, но пройдя 3 тысячи ступенек, полушубки снимали и прятали в расселину. С каждым шагом становилось теплей. Пока они хлопотали на продовольственной базе, Елец лежал на тёплых камнях и сонно хлебал борщ из алюминиевой миски. К полудню Кошкин оканчивал свои дела. Ну, говорил он под мегавельцу, теперь бы окрошечки погонять. Как-то они возвращались на заставу и тащили на себе большие мешки. А Кошкин нес ещё и бетон с молоком. Бетон сверкал, и изред казалось, 3 горбуна ползут по лестнице в облака и несут с собой зеркало. Издали на пограничников смотрел человек. А они обливались потом и старались не считать при себе ступеньки. Но ступеньки считались сами собой. 101, 102, 103, 104. У тысячной ступеньки Кошкин постоял бетон, достал из расселинных полушубок и вытряхнул ящериц, которые грелись в рукавах. «Катитесь», — сказал он ящерицам. С вершины дунул ветер, поднял со ступеней горсть гранитной пыли, елес зарычал. К запаху ветра пришельцево совершенно подмешался запах человека. «Чужой», — сказал Кошкин. «Да нет, этот елес так волнуется от старости». «Неужто заметили», — подумал человек, укрывшийся в камнях, и поднял пистолет. «Чужой», — повторил Кошкин. «И тут же белый сноб ударил его в лицо. Пуля пробила бетон, молочная струя холестнула по ступенькам. Нарушителю показалось, что выстрелил в шип всех трех пограничников. Только пёс крутился на ступенях, а они отползли с ступенек, повесили над обрывом. Мешки заслонили их. Нарушитель ещё раз выстрелил в ельца, и пуля, надо же, снова ударила бетон. Он подпрыгнул от удара и со звоном покатился вниз, разбрызгивая остатки молока. Бетон сорвался в пропасть, и ветер подхватил его, засвистел в дырках от пуль. Бетон падал в пропасть, словно огромный сверкающий свисток. Кошкин увидел человека, прижавшегося к камню, и выстрелил. Пуля попала в камень. Осколки резанули нарушителя по щеке, он побежал. Кошкин ещё раз выстрелил, нарушитель оступился и сорвался в пропасть, где ещё прыгал и бился на дне измятый простреленный бетон. Как-то сержант Кошкин увидел во дворе продовольственной базы ушастого ишака. «Это что такое?» — спросил он. «Ишак», — ответили солдаты с продовольственной базы, «мы на нём продукты возим». «Дела», — сказал Кошкин. «А как его зовут?» «Да никак, ишак, и всё». «Вот что, ребята, отдайте его мне». «Ну нет», — сказали солдаты, — «это наш, ишак, а не твой». «Ладно вам», — уговорил Кошкин. И объяснил, как трудно таскать в гору продукты. Пока сержант разговаривал с солдатами, милист подошёл к ишаку и ткнул его носом в бок. Ишак качнул головой. «Да не пойдёшь он по ступенькам», — говорили солдаты с продовольственной базы. «Это ты, шак, привык ходить по ровному месту». «Моя будет забота», — ответил Кошкин. Он привязал на спину ишака мешки с продуктами и бидон. Потом хлопнул его ладонью и сказал «Валяй». Ишак потихоньку пошёл, покачивая головой. У скалы, где начинались ступеньки, ишак остановился. «Так и есть», — говорили солдаты с продовольственной базы. Они глядели снизу бинокль. «Это ты, шак, привык ходить по ровному месту». «Давай, давай», — подталкивал ишака Кошкин. «Валяй». Ишак не хотел идти наверх. Не то, чтобы он упирался или брыкался, а просто стоял и всё. «Ишак-то наш», — сказал Кошкин. «Видно, глуповат». Тогда ишак подошёл к ишаку и ткнул его носом. То ли нос у ильца холодный, то ли, наоборот, тёплый. Только ишак качнул головой и пошёл по ступенькам. «Да что, он укусил его, что ли», — подумали солдаты с продовольственной базы. Ишак медленно поднимался в гору, ступенька за ступенькой. Илес бежал рядом и поглядывал, как бы ишак не свалился в пропасть. Так они и добрались до состава. Впереди ишак, за ними илес, а следом на легке Кошкин. Прошла неделя, другая, и Кошкин перестал спускаться вниз. Он навючивал на ишака порожние мешки, хлопал её ладони и говорил «Валяй!». Ишак спускался по ступеням, а илес бежал рядом. На базе солдата нагружали ишака, тоже хлопали его по спине и тоже говорили «Валяй!». И ишак отправлялся обратно. Издали странно было видеть, как поднимается по ступенькам в облака маленький ушастый ишак. Тащит на себе мешки и бидон, свергающий как зеркало. А следом бежит старый пёс, илес. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!